ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалом алехем! Мир вам, возлюбленные! И Баруха Шэм, благословенное имя Господне. В послании евреям сказано, что Бог, многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни говорил нам Сыне, представляющим природу Бога. И в сегодняшней проповеди в рамках серии о мессианском пророчестве мы увидим лучи света, через которые Мессия открывался нашим праотцам в еврейской Библии и пророкам. И, безусловно, мы увидим, что все эти лучи света соединяются в одной личности, в Иешуа. Я ожидаю, что через сегодняшнее послание свет Иешуа будет струиться на нас. Это будет яркий свет с небес, через пророческую природу Слова Божьего. Будьте благословенны, и мира вам Божьего! Мессианское пророчество укрепляет нас в вере, потому что современные христиане, верующие в Мессию Иешуа, сталкиваются сегодня с такими ярлоками в свой адрес, как узком, мыслящие и ограниченные, если они считают, что Иешуа — единственный путь ко спасению. Но когда мы видим, что Иисус исполняет пророчество еврейской Библии, это укрепляет нас духовно, и мы можем отражать атаки нашей культуры и утверждать, что Иисус — единственный путь к Богу. Шалом алейхам! Мир вам, возлюбленные! Сегодня я продолжаю серию о Мессианском пророчестве. Если вы не смотрели предыдущую программу этой серии, обязательно сделайте это. Для начала я хотел бы поделиться с вами, почему мессианское пророчество так важно. Мы живем в культуре, где в моде политкорректность. И поэтому все больше верующих в Иешуа делают шаг назад и занимают позицию политкорректности. Вместо того, чтобы стоять на своем свидетельстве и утверждать, что Иисус — единственный путь, многие верующие сегодня говорят «Я христианин, я верю в Иисуса, но я не берусь рассуждать о других религиях мира». Если вы практикуете другую религию, что ж, это ваше право. Эти люди не стоят твердо на Слове Божьем, которые учат, что нет другого пути к Отцу, как только через Иисуса. Этот путь не допускает каких-то еще путей к Богу. Он — единственный путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Иисус. Когда мы понимаем категоричность того, что сказал Иисус, и осознаем, что нам нужно отстаивать эту позицию в нашей культуре, где в моде политкорректность, наше общество, по сути, учит тому, что все правы. Если мы понимаем, что есть лишь один путь, то мы понимаем важность мессианского пророчества. Мессианское пророчество даст вам четкое понимание, что несмотря на то, что вы живете в культуре, где всех, кто считает, что правильно лишь их религия, и что единственный путь к Богу — это Иисус, относят к тем, что мыслит слишком узко и примитивно, понимая мессианское пророчество. Вы придете к выводу, что действительно Иисус — единственный путь к Богу. И вы приобретете смелость, чтобы продолжать свидетельствовать другим об Иисусе в этом лукавом и развращенном поколении. Возможно, вы говорите, «Я не стыжусь Иисуса». Но позвольте спросить вас, если у вас есть страничка в Фейсбуке, пустите ли вы что-нибудь об Иисусе на этой страничке? Слава Господу, многие из вас это делают. Но среди тех, кто сейчас нас смотрит, возможно, есть и те, кто ничего не выкладывает из того, что касается Господа, из-за того, что мы живем в такой культуре. Вы боитесь, что ваши друзья от вас отвернутся. Но услышьте меня сегодня. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Церковь. У нас есть миссия на этой земле. Наша миссия — быть Ему свидетелями. Иешуа сказал, «Я и залью на вас от Духа Моего, и вы примете силу и станете Мне свидетелями». «Как послал Меня Отец, так Я ныне посылаю вас». Мессианское пророчество подвяжет вас силой и истинной Слова Божьего, чтобы вы смогли исполнить свою миссию, быть дерзновенным свидетелем Мессии Иисуса. Чтобы доказать вам, что мессианское пророчество действительно важно, давайте посмотрим начало Нового Завета, где четко показано, что Иешуа исполняет мессианское пророчество. Мы видим родословную Иешуа от самого Авраама. Мы видим в ней Исаака, Иакова, Иуду, Давида. Это показывает, что Иешуа реально является тем, о ком предсказывали пророки, что он будет мессией Израиля и спасителем мира. На прошлой неделе я говорил о том, что наше понимание мессианского пророчества нужно расширить, потому что в понимании многих под мессианским пророчеством имеется в виду только предсказания Ветхого Завета о том, что произойдет, когда придет мессия. Предсказания всегда касаются событий в будущем, исполнения которых мы ожидаем. И среди мессианского пророчества таковые имеются. Но многие мессианские пророчества не в том, что Иешуа исполнил предсказания, но в том, что он наполнил смыслом историю Израиля. Дело в том, что Иисус — это божественный глава Израиля, и он является целью еврейской Библии. Что сделали авторы Нового Завета, Брит Хадаша? Они взяли Писание из закона Моисея и пророков и показали, как Иешуа их исполнил. Не обязательно это означает, что он исполнил какие-то предсказания, но он наполнил это Писание смыслом. В прошлой программе я использовал пример из второй главы Евангелия от Матфея. В этой, второй главе Евангелия от Матфея, мы читаем, что царь Ирод узнал, что родился царь. И боясь потерять свое положение, Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола. Поэтому Иосифу, земному отцу Иешуа, во сне пришел ангел и сказал, «Возьми Марию и младенца, и бегите в Египет». Уже после смерти Ирода, Господь повел Иосифа с Марией и Иисусом вернуться в Израиль. И затем Матфей говорит в Евангелии 2 главе, 13 и 14 стихах, «Да сбудется реченное через пророка, из Египта возвал я сына моего». Это мессианское пророчество. Когда Иосиф привел Иешуа назад в Израиль, он исполнил то, что было предсказано иудейским пророком. Из любопытства многие из вас спросят, «Какой иудейский пророк написал эти слова?» И проведя исследование, мы убедимся, что это утверждение встречается лишь в одном месте. Это книга Осии, 11 глава, 1 стих. Кто смотрел прошлую программу, тот уже об этом слышал. Я делаю краткий обзор для тех, кто не осмотрел. Пожалуйста, потерпите. Если вы откроете книгу Осии, 11 главу, 1 стих, и прочитаете это место «из Египта возвал я сына моего», вам это вовсе не покажется мессианским пророчеством. Мы совсем иначе понимали, что значит понятие «мессианское пророчество». Мы думали, что мессианское пророчество — это предсказание о будущем, но это место не является предсказанием будущего. В этом месте Господь просто говорит о прошлом Израиля. Израиль находился в египетском рабстве в подчинении у фараона, и Бог призвал своего сына. То есть Израиль из Египта из-под гнета фараона. Как так, что несмотря на то, что в Осии, 11 главе, 1 стихе, не звучало пророчество о будущем, но говорилось об уже случившемся, Матфей говорит о том, что Иешуа исполнил это пророчество. Матфей показывает, что Иешуа — это божественная глава Израиля. И он принес своей жизнью, своим служением и своей личностью полноту смысла истории этой страны, этого народа, Израиля. Бог призвал Израиль из Египта, когда народ израильский был под игом фараона. И точно так же Бог призвал Иешуа из Египта, когда умер Ирод. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы будете теми, кто будет обучать этих новообращенных. Отец Бог, во имя Иисуса, я благодарю тебя за тех, кого ты призвал быть делателями на винограднике. Да благословит вас Бог. Я люблю вас, друзья. Аминь. Я просто хочу сказать вам, что когда вы приняли Иисуса, внутрь вас вошла жизнь Божия, и вы родились свыше. В вашей жизни все начнет меняться по мере того, как вы будете следовать за Богом и покоряться Ему. Мы хотим раздать вам небольшие книжечки. Это Евангелие от Иоанна. Чтобы вы читали Слово Божие, читайте Евангелие каждый день, а также найдите для себя церковь и найдите пастора, которому вы доверяете. Не забудьте, что в 10 утра, в понедельник, будет крещение. Я люблю вас, друзья. Очень надеюсь увидеть вас сегодня вечером. Приведите с собой кого-то из друзей. Хорошо? Да благословит вас Бог. Мессианское пророчество проявляется в Писании по-разному. Но весь Ветхий Завет указывает на Иешуа. И это важно понять. Мы рассмотрим сегодня различные прообразы в еврейской Библии, которые указывали на Иешуа. И когда мы их рассмотрим, мы перейдем к конкретным, измеряемым предсказаниям о Мессии, предсказаниям о его жизни, о его служении и о его личности, которые мы находим в Танахе в еврейской Библии. Для того, чтобы вы в полноте могли понять, что именно я хочу вам показать, я приведу вам еще один пример. Давайте посмотрим 13 главу Евангелия от Матфея. Иисус говорит здесь такие слова. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаии. Обратите внимание на слово «пророчество», потому что мы говорим о мессианском пророчестве, которое говорит, и тут он цитирует пророка Исаию. «Слухом услышится и не уразумеется, и глазами смотреть будете и не увидите». Давайте посмотрим, где в книге Исаии находится это место. Этот текст мы находим в контексте призвания Исаии. Господь приходит к Исаии и призывает его. Я прочту вам это место из Исаии, 6 главы, начиная с 8 стиха. Тут сам Исаия говорит. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Я сказал. «Вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». И вот происходит такая же ситуация. То, что исполнилось в Мессии, в Евангелии от Матфея, 13 главе, впервые прозвучало в 6 главе Исаии. Но в 6 главе Исаии это не было предсказание. Бог призывал Исаию на служение. И когда Исаия сказал, «Да, Господи, я пойду», Господь предупредил его, что он будет говорить, а люди не будут его слушать, не будут видеть и разуметь. Точно так же Иисусу приходилось говорить с народом притчами, и люди его не слушали, не разумели и не хотели понять. Иисус говорит, что в этом исполнилось пророчество Исаия. Я повторю, что происходящее не было исполнением предсказания Исаии. Но Иешуа, будучи исполнением истории Израиля, переживал на себе то же, что пережил Исаия, и приводит к кульминации то, что пережил Исаия. Поэтому Иисус говорит, что в нем, в его служении, исполнилось это пророчество Исаия. Оно достигло своего окончательного исполнения, достигло полноты своего значения, достигло своего апогея. Итак, Мессия Иисус наполняет смыслом историю Израиля. Это практика. Когда Писание находит свое применение в историческом контексте, затем туда добавляется толкование, добавляются уровни откровения и смысла, не является чем-то, что зародилось уже в Новом Завете. Тысячу лет данный принцип действовал в раввинской среде. Я говорил вам на прошлой неделе, что юные иудеи учатся в Ешивах. Они с раннего детства учатся этому принципу. Затем они взрослеют и продолжают учиться этому принципу уже в более серьезных учебных заведениях, которые называются Ешива. Это своеобразное еврейское семинарие. При этом у каждого парня есть партнер. Они сидят друг напротив друга и изучают Талмуд, сборник иудейских письменных работ, обучающих, как нужно применять Тору и как ее истолковывать. Партнеры в Ешиве рассматривают место в Торе и пытаются найти как можно больше значений написанного, как можно больше истолкований. Их ограничивает лишь собственное воображение. Раввины часто брали местописание и придавали ему совсем иное значение, которое затем принималось всем Израилям. Итак, Раввины брали отрывок из Писания и вырывали его из оригинального исторического контекста, применяя его к Ешуа. И это происходит уже многие тысячелетия. Ну а сейчас я хочу показать вам конкретные прообразы в книге Танах, указывающие на Ешуа. В рамках этой серии мы увидим множество конкретных предсказаний, но сейчас мы рассмотрим с вами типологические случаи в книге Танах, в еврейской Библии, которые являлись прообразами, указывающими на Ешуа. И все они исполнились в его служении, в служении Мессии и Иисуса. Это глубокая и в то же время прекрасная информация, богатая смыслом и откровениями. Итак, давайте начнем с концепции крови в еврейской Библии. В книге Левит, в 17 главе, в 11 стихе сказано так, «Душа – тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника». Говорит Господь, чтобы очищать души вашим, ибо кровь сия душу очищает. На протяжении всей еврейской Библии мы видим важность крови. К примеру, многие считают, что Израиль родился как нация в тот момент, когда Бог вывел их из Египта. Как именно Он их избавил, как Он вывел их из Египта через кровь Агнца, которым они окропили косяки своих дверей. Бог избавил их через кровь Агнца и привел к горе Синай. Моисей, как мы знаем, был на вершине горы Синай «Сорок дней и сорок ночей». Он получил Хошем – Божие откровения и Божий завет. Он сошел с горы и собрал перед собой весь народ Израиля. Он прочитал этот завет всему Израилю, после чего Израиль сказал Моисею, стоя в присутствии Господнем, следующее слава. «Все, что сказал Господь, сделаем». Когда народ Израиля принял завет с Богом, вот что сделал Моисей. Писание говорит «И взял Моисей крови и окропил народ». Вы видите эту линию крови на протяжении всей еврейской Библии. Для чего я указываю вам на эту линию крови в рамках серии о мессианском пророчестве? Кульминация служения Мессии Иешуа стала пролитие его крови. И все эти случаи, связанные с кровью, в еврейской Библии указывали на Иешуа. Он был целью всей еврейской Библии. Что еще в еврейской Библии указывает на кровь? Когда Моисей учит народ Израиля о святых праздниках, которые они должны праздновать пред Богом Отцом, перед Богом Яхве, он дает им календарь святых праздников, и самый святой день во всем календаре называется Йом-Кипур, День Искупления. Моисей точно описал детям Израиля в книге чисел, как именно нужно праздновать Йом-Кипур. Священники должны были брать кровь быка и кровь козла. Первосвященник должен был внести кровь быка и кровь козла в самое священное место на всей Земле, в Святое Святых в Скинии, которое позже стало уже стационарным храмом в Иерусалиме. Внутри Святого Святых стоял Ковчег Завета. Внутри Ковчега Завета лежали десять заповедей. Первосвященник в праздник Йом-Кипур брал кровь быка и кровь козла, вносил в Святое Святых и окроплял этой кровью крышку Ковчега Завета, которую также называют престолом милости. И когда Господь видел кровь на крышке Ковчега Завета, где хранились десять заповедей Божьих, Он прощал грехи детей Израиля, потому что душа, тело в крови, и Господь пролил за нас Свою кровь, чтобы искупить наши души. Теперь вы понимаете, для чего Иисусу нужно было умереть на кресте. Для чего Ему нужно было пролить свою кровь. Для чего они пронзили Его копьем в бок, чтобы пролилась кровь и совершено окончательное искупление. Потому что единственный путь, как человек может иметь доступ к Богу, это через пролитие крови, когда невиновный умирает вместо виновного. Все жертвоприношения в еврейской Библии были лишь прообразом того, что исполнил Царь-Мессия Иисус. Он исполнил все мессианские пророчества в Тории и Танахе. Не пропустите нашу следующую программу. Делайте заметки и делитесь знаниями с друзьями. Благословений вам и шалом, мои друзья! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. В нашей культуре учат, что приемлем любой путь к Богу. В следующий раз Равин будет говорить о необходимости посредника и как это противоречит тому, во что верят люди. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы ушли вам аудиопроповедь Равина Шнайбера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7-ки. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайбера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». ПОБУЛЬНЫЙ И ТЕЛЕГКВО Продолжение следует... Продолжение следует...